МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Покатился, покатился, мужик, и всё. Сегодня с крыши четырёхэтажного дома упал человек. О, я первый раз вижу. Вообще-то страшно. Прямо в центре города рушится балкон. Не надо делать плохие вещи, потому что их потом уже можно будет не исправить. Березники сегодня присоединились к всемирной акции. Ставь! 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 Березниковцы окунулись в органичную и художественную хореографию Джона Лерера. Главные новости, о которых говорят сегодня все. Аэробус А-320 разбился в районе греческого острова Карпатас. Генерал из Ингушетии стал новым федеральным инспектором по прикамью. О самом важном и интересном готовы рассказать и мы. Это новости на ТНТ в студии Андрей Фадеев. Здравствуйте! Начну выпуск с трагической новости. Сегодня в Перезниках с крыши четырёхэтажного дома упал человек. Мужчина проводил там ремонтные работы. Да что, не пристёгивается никто. Вот и всё. Бардак. Из-за этого? Конечно. Покатился, покатился и мужик. И всё. Мужчина-работник управляющей компании ремонтировал кровлю дома на Березниковской 94. Пока точно причину ЧП никто назвать не может. Одни утверждают, что специального снаряжения для проведения кровельных работы вовсе не было. Другие говорят, что погибший сам отцепился от снаряжения в самый неподходящий момент. А оборвалась верёвка или что? Нет, она целая. А сколько лев? Отцепился сам. Мужчина умер ещё до приезда скорой. В данный момент на месте происшествия работают следователи. Выясняются причины трагедии. Трагедия может закончиться и следующая история. Прямо в центре города, в одном из домов, рушится балкон. Камни летят прямо на головы прохожим. Самое страшное, что место не обозначено как опасное. Угроза сверху. Репортаж Екатерины Фёдоровой. Этот камень чуть не убил ребёнка. Огромный булыжник свалился с высоты четвёртого этажа и пролетел мимо семилетнего малыша. Ладно, хоть мальчик вовремя заметил и успел увернуться. Дом у Советской площади. Лицо города, можно так сказать. Правда, выглядит это лицо, мягко говоря, помятым. Балконы в страшном состоянии. Вот-вот разрушатся. Штукатурка отпадывает на глазах. Люди опасную зону стороной не обходят, идут напропалую и не заглядываются наверх. Я не знаю, как это не обращало внимания. То есть ты сейчас идёшь и не видишь ленту оградительную? Ну она как-то ничего не ограждает. Ой, я первый раз вижу. Вообще-то страшно. Это вообще масштаб области, даже не города. Это невозможно. Порванная никому не нужная оградительная лента. Она валяется на асфальте и никому до неё нет дела. Существует здесь в целях предупреждения об опасности. Только вот какой результат, когда люди её практически не замечают. У этого дома на пятилетке 39 нет управляющей компании. Здесь ТСЖ. Жители дома уверяют, председатель товарищества толком ничего не знает. А вот у самого председателя мнение на этот счёт обратное. Балконы – это имущество собственников. И ремонтировать их обязаны жильцы за свой счёт. А никак не ТСЖ. Однако, как нам удалось выяснить, председатель всё-таки собирается ремонтировать балконы. Скорее всего, придётся мне его самому делать. Работа запланирована. Будем делать. Когда? Ну, в июне это точно сделано. А пока до июня придётся всем быть предельно внимательными. Запомните, камень сверху на вас может свалиться в самом центре города. В двух шагах от городской администрации. Екатерина Фёдорова, Александр Зибзеев. Новости на Тенте. Сегодня весь мир отмечает День памяти людей, которые умерли от СПИДа. Березняки присоединились к всемирной акции. И сегодня во второй школе прошёл митинг в честь тех, кто стал жертвой чумы 21 века. Сегодня по всему миру около 40 миллионов человек, которые болеют СПИДом. Нашего города эта глобальная проблема тоже касается. 2800 человек в Березняках живут с диагнозом ВИЧ-инфекция. Среди них 104 человека заразились в подростковом возрасте. Эпидемиологи рассказали ребятам, что страшная болезнь стремительно распространяется. Поэтому эту цифру стоит умножить на 4. То есть в Березняках каждый 15-й – потенциальный переносчик заразы. Вирус иммунодефицита человека передаётся половым путём и через кровь. И благодаря широкой огласке этой проблемы ребята уже знают, зачем они здесь собрались. Мы собрались, чтобы посвятить память жертв СПИДа и чтобы никто больше не заряжался им. Не надо курить, не надо пить, надо заниматься спортом. Быть спортивным. Не надо делать плохие вещи. Потому что их потом уже можно будет не исправить. Будет поздно. Не уходите в другую компанию нехорошую. Оставайтесь самим собой, чтобы этого не получить. Красная лента на груди каждого из школьников – это не украшение, а символ дня борьбы со СПИДом. Знак того, что больные ВИЧ-инфекции живут по соседству, работают или учатся с нами в одном коллективе. И не стоит об этом забывать. Ну а в память о тех, кого с нами уже нет, ребята из станции юных натуралистов на клумбу второй школы высадили бархатцы в форме красной ленты. А будущие защитники Отечества выпустили в небо охапки красно-белых шаров. Выпускникам школ Верхнекамья пора подумать о будущем. Усольский колейный комбинат компании «Еврохим» готов помочь будущим студентам в поступлении на престижные специальности в лучшие технические вузы страны. Выявить лучших ребят помогли олимпиады по математике, физике и химии, которые проходили для старшеклассников с участием престижных университетов. Как получить хорошее образование и вернуться в родные края молодым специалистам, расскажет Александра Зеленина. Организационное собрание представителей компании «Еврохим» с выпускниками и их родителями началось с награждения победителей олимпиад. Именно эти способные ребята сегодня под пристальным вниманием. Многие из них через несколько лет вернутся в родной город первоклассными специалистами и сразу будут обеспечены хорошей работой. Воспользоваться таким шансом – редкая удача. За счет того, что будет поддержка в процессе обучения, это, я думаю, очень поможет. А к тому же три года можно будет потом получать опыт работы на предприятии. То есть не нужно будет уже искать, куда устроиться. То есть это тоже плюс. Как я понял, предприятие грандиозное и довольно перспективное. К тому же оно уникальное в наших местах. И несомненно важное даже для всей России. У строящегося Усольского калийного комбината сегодня есть потребность в молодых, талантливых, целеустремленных специалистах. Поступая по целевому набору от компании «Еврахим», будущий студент получает не только бесплатное обучение в престижном вузе на очном отделении, но также стипендию до 10 тысяч рублей, начиная с третьего курса по итогам успеваемости. Плюс к этому оплачиваемая практика и гарантированное рабочее место по специальности после завершения учебы. Целевой набор хороший, ну, во-первых, тем, что после окончания вуза нашим выпускникам присваивается статус молодого специалиста и им гарантируется рабочее место по специальности. Также им гарантируется профессиональный рост, достойный уровень заработной платы. Ну и, конечно же, развитие личностное. Призеры Олимпиад по физике, математике и химии уже имеют преимущество. Все они, помимо дипломов и ценных корпоративных подарков, получают дополнительные баллы к общему количеству баллов ЕГЭ при поступлении в вузы. У МИСИС это 10 баллов, у ПНИПУ – 5. Я хочу поступить, попробовать поступить по целевому направлению от Еврохима. Я считаю, что это возможно, даже потому что Еврохим – это, получается, новое предприятие в Пермском крае, только развивается. Хотелось бы для него в дальнейшем, чтобы по стабильности, на развивающем предприятии, чтобы он работал, повышал свои знания и тому подобное. А вот и ребята, которые уже отучились по целевому набору и стали молодыми специалистами Усольского калийного комбината. Например, Татьяна Анопина. 5 лет назад девушка также пришла на Олимпиаду и, оказалось, вытянула счастливый билет. Сначала призовое место, затем хороший результат по ЕГЭ, ну а после зачисление по целевому набору на бесплатное обучение в престижный московский вуз. Закончила университет, приехала сюда, коллектив отличный, молодой отдел, все очень нравится и действительно всем советую. И мы вас ждем. Чтобы стать успешным помимо отличного результата на Олимпиадах, нужно хорошо сдать ЕГЭ по математике, физике, русскому языку и химии при поступлении на специальность химической технологии. Целевой набор – это все-таки конкурс, и на финишную прямую выйдут действительно достойные ребята. Набор по специальностям горно-технологического профиля в этом году проводится в три крупнейших вуза страны. Это Пермский ПНИПУ, Национальный минерально-сырьевой университет Горный в Санкт-Петербурге и Национальный исследовательский технологический университет МИСИС в Москве. Обучение здесь и дальнейшая работа в компании «Еврохим» для сегодняшних выпускников школ – это уверенное будущее. Хороший вариант для дальнейшей работы, для своей карьеры. Я рассматриваю это предприятие, потому что оно для меня кажется перспективным. Наверняка у выпускников и их родителей будет еще немало вопросов по предстоящему поступлению в вуз и условиям целевого набора. Поэтому всю необходимую информацию можно получить по телефону в офисе компании «Еврохим» 2562-32 и 2562-34. Александра Зеленина, Сергей Калиник, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. А сейчас поговорим о прекрасном. Сегодня в наш город приехал профессиональный танцевальный коллектив Нью-Йорка «Лерер Дэнс». Неповторимый стиль коллектива полюбился танцорам и зрителям ни одного российского города. Березняковцы смогли и сами окунуться в органичную и художественную хореографию Джона Лерера на мастер-классе. Особенный стиль коллектива узнаваем во всем мире. Это современный язык танца, органическая атлетика, смесь модерна, джаза, контемпорарий и классики. Вот и березняковцы прикоснулись к волнующей и захватывающей хореографии американских звезд. Мастер-класс от Джона Лерера наши танцевальные коллективы пропустить не смогли. Это новый опыт, это общение сквозь языковой барьер с помощью танца. Быстрые атлетичные движения требуют хорошей физической подготовки. Достаточно сложно, однако в глазах всех присутствующих веселые искорки. Захватывает. Они по-другому делают. У меня, например, свое видение движения, а у них совсем другое. Очень интересно, мне кажется, для меня, по крайней мере, это вообще первый такой семинар в жизни мастер-класс, на который я пришла. И мне очень нравятся ребята, которые все это показывают. И вообще это очень ново и очень современно, поэтому это всегда будет актуально. И новый материал всегда очень полезен, особенно для танцоров, которые как поставят танцы, так и сами участвуют в них. Для американцев, впрочем, такой опыт не впервой. Уже четвертый год танцевальная труппа приезжает с гастролями в Россию. И каждый раз, помимо крупных городов, Лерерден заглядывают и в небольшие. Возможность таких турне появилась благодаря генконсульству США. Я знаю Джона, мы раньше работали, и в генконсульству США мы часто приглашаем американских художников, американских танцоров, чтобы русские люди, американские люди познакомились и общались через культуру. Современный танец, я думаю, что это универсальный язык. Вы видите, что наши русские студенты и наши американские танцоры, они без перевода общаются отлично. Именно сейчас, в эту минуту, танцевальный коллектив из Нью-Йорка выступает на Березняковской сцене со своими лучшими номерами. Конечно, мы не смогли пропустить это зрелище, и завтра поделимся с телезрителями эмоциями и атмосферой особенного стиля танца. А Джон Лерер уже приоткрыл завесу тайны своей неповторимой хореографии. В стиле Лерер-данс мы считаем, что все движения происходят из большого круга. И таким образом мы используем круговые движения, а также импульс или кинетическую энергию от использования круга, чтобы двигаться в пространстве. А прямо сейчас наслаждаются захватывающими и естественными движениями коллектива. Александра Зеленина, Алексей Марочкин. Новости на ТНТ. Дягилевский фестиваль – событие, которого традиционно ждут почитатели искусства не только в Перми. Ежегодно он собирает в столице Прикамье гостей со всего мира, именитых культурных деятелей и людей, влюбленных в театр. В этом году фестиваль откроется мировой премьерой – постановкой «Травиата» от известного на весь мир сценографа Роберта Уилсона. Грандиозное событие стало возможным благодаря подарку Пермскому театру оперы и балета от мецената Дмитрия Скриванова. О подготовке к культурному событию и важности благотворительности смотрите в нашем сюжете. Пермский театр оперы и балета славится на весь мир не только своими постановками, но и большим праздником искусства, который проходит в столице Прикамье далеко не первый год. Нынешний Дягилевский фестиваль станет юбилейным. Событие соберет гостей со всего мира уже в десятый раз. В преддверии открытия депутат Законодательного собрания Пермского края Дмитрий Скриванов сделал оперному театру очередной ценный подарок. Меценат закупил цифровую систему управления постановками «Интерком» стоимостью в 2 миллиона 400 тысяч рублей. Руководство театра подарок оценило. Когда находятся меценаты, спонсоры, которые нам помогают, и решить это, конечно, очень важно для нас. И мы очень благодарны, в частности, Дмитрию Скриванову за то, что он давно поддерживает театр финансово. И, в частности, с его помощью мы приобретаем новое сценическое оборудование. Сценограф Роберт Уилсон, чья постановка травиаты в этом году откроет Дягилевский фестиваль, традиционно делает акцент на технически сложных моментах. Поэтому опробовать новое оборудование предстоит именно на открытии. Между тем, репетиции с труппой Пермского оперного уже начались. Помощница сценографа Никола Панцер отрабатывает с артистами каждый шаг. На самом деле, Дягилевские сезоны, и для меня, и для Боба, значит, очень многое, потому что мы в свое время работали над дневниками Восква Нижинского. И, соответственно, очень много читали и о Дягилеве, и о Дягилевских сезонах, и о русском балете. И теперь для нас большая честь открывать Дягилевский фестиваль в родном городе Маэстро. Я, опять же, не была никогда на Дягилевском фестивале, но очень много слышала о том, что это, во-первых, очень современное искусство, которое привозится. И там очень много молодых артистов, молодых творческих людей. Дорогостоящий комплект аппаратуры – не единственный подарок Дмитрия Скриванова, приуроченный к Дягилевскому фестивалю. Накануне на средства мецената была организована экскурсия для детей из Краснокамского детского дома. Мальчики и девочки смогли своими глазами увидеть волшебный мир театрального закулисья. Кусочек стены, он остается в том виде, в каком он и был. И мы видим настоящую кирпичную кладку, а белая – это глазницы окон. Это стена старого театра. Здесь раньше было хрулица. Отметим юбилейный фестиваль, носящий имя великого импресарио, пройдет в Перми с 17 по 30 июня. В программе мероприятия заявлены мировые и российские премьеры, камерные симфонические концерты, спектакли и выставки, открытые лекции, мастер-классы и неформальные встречи. Не откладывайте важные дела. Родителям самое время задуматься о школьной форме для своего ученика или ученицы, чтобы за несколько дней до 1 сентября не искать в попыхах подходящий вариант из оставшихся. Это касается не только первоклашек. Александра Зеленина подскажет, куда обратиться. Если с констоварами и принадлежностями для учебы все понятно и можно не торопиться, то о школьной форме нужно подумать заранее. Уже сейчас мамы и пап школьников заботят вопрос, где купить качественную красивую форму для своего ребенка. И так хочется не бегать в поисках по всему городу, а, как говорится, прийти, увидеть и победить. Ведь у каждой школы свой определенный цвет формы и своя эмблема. Оказывается, все проще простого. Есть в городе одно местечко, где на плечиках уже висит красивая, готовая, выглаженная форма для учеников любой березняковской школы. Ну и, конечно, отличительные признаки эмблемы. Девичьи ученические сарафанчики, блузки, а для мальчишек жилеты, брюки и рубашки. Именно сейчас школьная форма в большом разнообразии моделей, цветов и размеров. Так хочется снова вернуться в школьные годы, надеть форму, услышать последний звонок. Важная информация для тех, кто еще не успел обзавестись белоснежным фартуком на самое важное событие в школьной жизни. Выпускницы, навострите ушки. Нарядные фартучки с кружевами или без на любой вкус и размер. Самое главное, не обязательно их покупать, можно взять на прокат. Мамы, папы, школьники и школьницы, торопитесь в крупнейший магазин школьной формы в нашем городе. Ученическая одежда не только в наличии, но и под заказ. Фурнитура и ткани разных расцветок, а также милые аксессуары, галстуки, банты и украшения для волос. Магазин «Переменка» открыт с 2002 года и зарекомендовал свою одежду как очень качественную, удобную и доступную. Ведь главные и любимые клиенты магазина – дети. Приятный сюрприз для любимых покупателей. 28 августа в магазине «Большой праздник» с розыгрышем призов. Скорее приобретайте сертификаты, участвующие в розыгрыше, и, возможно, ваш ребенок станет обладателем главного приза – ноутбука. Уникальный в своем роде магазин «Переменка» теперь не только в Березняках по новому адресу, в торговом центре «Мелодия» на третьем этаже, но и в Соликамске в торговом центре «Купец». Александр Зеленин, Александр Зибзеев. Новости на ТНТ. Мы делаем новости вместе с вами. Если вы хотите пожаловаться на проблему, вы сняли на видео необычное событие или происшествие, вы знаете то, что будет интересно другим, поделитесь этой информацией с нами. Мы ждем ваших сообщений по телефону 43-17-17. Вы смотрели главные новости города, далее вас ждет прогноз погоды. А я прощаюсь, с вами был Андрей Фадеев. Всего доброго и только хороших новостей. Субтитры подогнал «Симон»!